Сегодня мы с вами разберем, что же имеют в виду мужчины, когда говорят, что чем больше у женщины сексуальных партнеров, тем шире ее вагина, тем самым считая ее недостойной, грязной, да, балкой. За сладшеймингом или оценки качества женщин относительно ее сексуального опыта не стоит ничего, кроме желания контролировать женщин, контролировать их тела, их свободу и их статус в обществе. Аргумент, чем больше у женщины сексуальных партнеров, тем шире ее вагина. Нет, это неправда. Вагина это уникальный орган, который способен расширяться при а. возбуждении, б. при продолжительном акте. Вагине все равно принимает она 10 разных партнеров или одного партнера, но 10 раз. Действительно, все равно там 10. Я люблю, когда там туго, когда там узко. Так будет, если женщина тебя не хочет. Нет, смазки и влагалище не готова обеспечить комфортный ввод для женщины. Когда я слышу подобное, я сразу знаю, что мужчина не делает предварительных ласок и ему в целом похуй на женское удовлетворение. Я не шучу, когда говорю, что большинство из вас в принципе не может претендовать на какое-то там растяжение. Камон. Это по фактам. А теперь о моральности. Мужчины, осуждающие женщин за секс, но в то же время его требующие и желающие, видят в женщине исключительно сексуальный объект, которым можно и нужно обладать для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы возвыситься. А с какой легкостью мужчины говорят о женском теле, постоянно сравнивая его с объектом? Тачка без прогона, бутылка, чашка. Это повсеместное обесчеловечивание и есть ненависть. Начните с того, чтобы называть женщин женщинами, а не привязывать все их существование к предмету для дрочки. А я люблю назвать чайки. Намного проще человека считать собственностью, если ты в ней и человека не видишь. Если всегда расценивать женщин как объект для самоудовлетворения, то будет желание распоряжаться этим объектом. Ну, а нахуя она еще нужна, да? Но вот нюанс, а что если она выберет не меня и я не получу секс? И вот тут вступает сладшейминг. Ненависть к женщине за то, что она выбирает не тебя. За то, что она выбирает, за то, что она распоряжается своим телом, как ей удобно. Вот тут у мизогинных мужчин не состуковка. В смысле, она выбирает, но я же хочу ее, что есть какие-то предпочтения. Отсюда же любовь к чистоте, к девственницам. Я хочу девственницу, чтобы делать с ней все, что я хочу, ведь она не знает, как по-другому. Она будет получать ровно столько, сколько я ей дам, сколько я ей разрешу. Все для того, чтобы поддерживать контроль. Поэтому и существуют все эти выдуманные факты о вагине, уже научной теории о телегонии. Ну и, конечно, старое доброе целомудрие. При этом сами они суют свою шпикачку во все, что движется и не движется. Ну и можно, это же их тело. Теперь вы знаете. Ну да, ребята, так если тремя словами сказать. Если ты хочешь девственную чистоту, то ты дурак. Чем больше у чайки было партнеров, тем лучше. Чем шире вагина, значит, она тем больше тебя любит. Ну вот, если взять выжимку из их словах. Ребята, с нынешними женщинами нужно взаимодействовать правильно. Ребята, уже советовал вам свой курс, да, он называется «Как правильно взаимодействовать с нынешними женщинами». Ребята, два часа полезной информации, выжимка из всего нашего мужского движения, ребята, и не только. Семь глав, там есть все абсолютно. Как знакомиться, как их укладывать в постель, какие женщины годны, негодны. Там это, короче, вся информация. Зачем нам нужны женщины, каких любят мужчин, женщины, каких не любят, там и так далее, ребята. Ну вы гляньте, что они несут. Ну как вот с ними без этой информации взаимодействовать, ребята. Тем более, если как бы парень молодой, еще как бы, еще и без отцовского воспитания, ребята, этот курс ему будет просто незаменимый. Да и, в принципе, людям постарше он тоже не повредит нифига. И второй курс у меня тоже есть, ребята, 5 лучших способов, как знакомиться с женщинами. Ну это кому уже надо, как бы, да, вот тоже. Ребята, по этой информации пишите мне в личку. Личка есть в описании этого ролика и закрепленном комментарии. Ребята, дам вам подробную информацию. Ребята, правильно общайтесь с женщинами.